Тверская улица Тверская улица привела нас на Манежную площадь, к зданию исторического музея, основателем которого стал еще один наш земляк, уроженец Твери, Иван Егорович Забелин. Его книгами по истории зачитывались даже те, кто был далек от этой науки. Станиславский спрашивал у Забелина совета, когда ставил свои исторические пьесы. Его портреты написали Илья Репин и Валентин Серов. После смерти Забелина одна из улиц в центре Москвы была названа его именем. Что неудивительно, не зря же этого человека называли самым главным историком города. Отец Забелина занимал в Твери самую низшую чиновничью должность. Он служил в казенной палате, которая ведала поступлением налогов. Судя по всему, жизнь провинции не слишком его устраивала. В 1821 году его перевели в Московское губернское правление. Иван Забелин также начинал свою карьеру как чиновник. Однако с ранних лет он увлекся историей. Первый свой исторический труд, который рассказывал о путешествиях русских царей на Богомолье в Троице Сергееву Лавру, он написал, когда ему не было и 20 лет. Наибольшую славу ему принесли такие работы, как «Домашний быт русских царей», «Домашний быт русских цариц», «История русской жизни», «Минин и Пожарский» и, конечно же, «История города Москвы». И эта любовь к прошлому нашей страны вылилась в создание исторического музея, который появился в Москве в 1872 году. Он и сегодня является одним из самых интересных музеев столицы. На протяжении многих лет Забелин фактически руководил им. За свою долгую жизнь наш земляк собрал большую коллекцию рукописей, карт, икон, древних монет. После его смерти эта коллекция пополнила фонды этого музея. В настоящее время исторический музей ежегодно проводит чтения, посвященные памяти Забелина. Здесь же вручаются почетные дипломы, медали и денежные премии его имени.